Сразу хочу сказать, что я вообще в душе феминист. Я понимаю, что проблема домашнего насилия... Мы тут будем иногда заходить по традиции в какие-то места. Проблема домашнего насилия в России стоит довольно острая. Я сам сталкивался у своих знакомых с этим. Но сегодня я хочу вам рассказать про случай, который, честно говоря, меня поразил. Я тут... Видите, какие бывают чистые, милые дворы. Вот такие вот, с такими вот углами замечательными. Окно в окно. Привет, Вася, привет, Маша. Открыл я тут для себя совершенно случайную группу The Dead South. Ну, просто она в рекомендациях мне попала. Стал ее слушать. Ну, у них есть самая известная там песня. Она даже 200 миллионов просмотров там с гаком набрала. Клип я имею в виду. Канадские ребята. Играют такое очень бодрое кантри. Ну и, в общем, я начал слушать, слушать. И мне это все стало нравиться все больше, 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 больше. Вот еще, смотрите, такая чудесная вещь. Во всех отношениях. И, естественно, я заинтересовался, что это за парни. У них, к тому же, они все такие очень колоритные. Там три белых чувака, а один метис. И этот метис, он играет на виолончели, играет вот так вот, ну, как на бас-гитаре. Это не то, чтобы прям он изобретатель этого метода, но в данном случае это выглядело, звучало очень классно. Вот, полез смотреть, нашел страницу Википедии про них, сначала русскую. Я, естественно, ну, я уже об этом говорил как-то раз, я очень люблю сравнивать, что пишут в Википедиях на разных языках. Ну, в данном случае мне доступно три языка, русский, английский, французский. Но, прежде всего, я, конечно же, сравниваю англоязычную и русскоязычную Википедию. В русскоязычной абсолютно такая общая информация, там состав, дискография, про вот то, как они стрельнули, бла-бла-бла, все. И тут вдруг мне попадается информация о том, что один из участников коллектива был обвинен в сексуальных домогательствах. Из-за этого он, собственно, покинул группу вот буквально в августе 2020 года. Я заинтересовался этим вопросом, полез дальше, нашел более подробную информацию уже на англоязычной Википедии. И там, соответственно, где блог про нее, есть ссылка на... Вот этот дом называется дом Сугугиных. Вот меня все время меняет эта фамилия Сугугины. Сугугины. И там есть, соответственно, ссылка на статью. И я, прошу прощения, но я буду периодически заглядывать в эту статью. И сначала я буду там иногда, может быть, даже, простите, на английском что-то мурчать и пытаться переводить. Потому что там приведены три случая, которые получили огласку, и из-за которых, собственно, он был выгнан из коллектива. Сюда вот еще заглянем. Значит, умиляет контекст вообще сам медийный. Это все было расположено в неком инстаграм-аккаунте, который был удален. Ну, первый пост был удален. Потом он появился в другом инстаграм-аккаунте, который сейчас недоступен. Да, я специально проверил, залез. Это правда. Тем не менее, как бы информация получила огласку. И давайте мы рассмотрим, что же это за случаи такие. А вот это у нас очередной прекрасный закуток счастья, где можно прям понаблюдать за атмосферой квартиры. Значит, первый случай у нас произошел... That's Danny. Так. Сейчас я отмотаю в начало, извините, это я просто только что читал. Да. Значит, первая женщина, которая разместила про этот случай, сказала CBS... CBS, не, CBC, CBC, это такой, значит, соответственно, очередной ресурс, что она познакомилась с Кенианом, так его зовут, в 2015 году, в Тиндере. Она познакомилась в Тиндере, мне ничего не предвещало. Значит, она сказала, что они согласились пойти в местный бар. Ну, логично, собственно, надо встретиться, пойти в барчик. Затем она помнит, что они пошли в ее апартаменты. Они пошли в ее апартаменты, даже не в его, а в ее апартаменты. И она помнит kissing him, да, то есть как она его целовала. Но больше она не помнит после этого ничего, что случилось между ними. То есть она привела его к себе домой, поцеловала и все, больше она ничего не помнит. И дальше она говорит. Я думаю, что он воспользовался тем фактом, что я была really intoxicated. Intoxicated это вообще на самом деле очень такое... Сюда зайдем. Политкорректное... Ой, убрали надпись чудную. Здесь была чудесная надпись, типа, шоу на YouTube, вас снимает скрытая камера, но против сакунов, которые сюда заглядывают. Ну, короче, она бухая была просто на самом деле, да, если говорить по-нашему, по-русски. Про-русски, да, вот она была intoxicated. И я помню только кусочки, какие-то отрывки, которые происходили между нами. Но я помню, я точно знаю, что весь остальной этап абсолютно выветвился из памяти. И дальше она пишет, что она проснулась следующим утром и нашла его в своей комнате. And find him in his room, да. То есть она его привела, поцеловала, и тут бабах, нежданчик, он находится, соответственно, в ее комнате. Боже-то, больше того, без штанов. Но и это еще не все. Мало того, что он был без штанов, он мастурбировал и спросил, не хочет ли она заняться секс again. Again. То есть они, ну, судя по всему, сделали это после бара и после того, как она была intoxicated. Но она сказала, что дважды ему отказала, но он finished masturbating and ejaculated on her without her consent. То есть он на самом деле кончил на нее без ее согласия. Тварь такая. Да, и она не уверена, вообще, предохранялся ли он вообще в ту ночь. Я знаю, что это было неправильно, и я была ранена, и я была сконфужена. Ну, confused это не сконфужена, вы же прости, я не переводчик просто, есть такой знаменитый журнал Dazed and Confused на самом деле. В общем, короче, плохо ей было. Я просто чувствовала disrespected, то есть, да, без респекта. Ну, и, в общем, она быстро отвезла его домой, чтобы избавиться от него. Удалила его из тиндера. Все, это, знаете, Павел Перес, отписываюсь, отписываюсь. Ну, и, в общем-то, никогда о нем не вспоминала. Потом он начал набирать популярность, он появился и в медиапространстве, и она вот сделала этот пост. Но конкретно на, учитывая ту атмосферу, в которой сейчас пребывают люди, видите, уже даже не совсем белые, да, в Штатах, это все довольно серьезное обвинение, поэтому, а поскольку он публичная личность, ему надо было, конечно, отреагировать. И он написал ей в ответ, что, ну, то есть, во-первых, она написала, что я все это время чувствовала себя ужасно, там, винила себя, бла-бла-бла. Она не пишет, кстати, единственный ли это был случай в ее жизни, да, скорее всего, ни до, ни после она больше никогда не знакомилась с чуваками в тиндере. Ни до, ни после она больше никогда не приводила их к себе, будучи пьяная. Давай еще сюда заглянем. Кеннин прокомментировал ее пост. Твоя смелость, я ценю твою смелость, спасибо, что ты посвятил нас вообще во все эти обстоятельства, и я вижу, что, теперь я вижу, что, ну, все мои действия принесли тебе, ну, не вред, короче, что они причинили тебе боль. Я очень сожалею об этом и извиняюсь. Ну, в общем, он извинился за все то, что произошло с ними, там, 6-7 лет назад. Это был первый случай. Дальше пошло больше, да, ну, это, знаете, как по нарастающей у нас все происходит. Вторая женщина, увидев это, написала, что когда ей, это уже 2007 год, она описывает, ей было 14 лет, ему было либо 17, либо 18, и они зависали где-то, соответственно, у друзей в их доме, и она сказала, что все были пьяные, they all were drinking, да, и она помнит только, как она поднялась, чтобы блевануть, пьюкинап, в туалет, и, собственно, он вел ее с собой, видать, поддерживал ее. И она сказала, вот, кстати, что меня повреждает в этой статье, постоянно вот это, she said, she said, she said, то есть они абсолютно не парятся по поводу стилистики изложения, ну, то есть я когда там работал с журналистами и главредом, я старался, чтобы как-то, ну, более органично все происходило, и здесь плевать абсолютно. вот, she said they were all drinking, she said she left, she felt relieved to not be alone, и так далее. Значит, а, мы сейчас выйдем отсюда на садовую. Короче, она говорит, что он заставил ее заняться оральным сексом, и когда она постаралась остановить его несколько раз, он продолжал pushing her head down, то есть он продолжал наклонять ее голову вниз и говорил ей продолжать это делать. Я вот, простите меня, хрен знает, как, ну, то есть вот, ну, как это может выглядеть, да? Ну, что это за, сука, бред-то за такой, да? Мы вышли туда, куда Раскольников ходил на допрос, и не за сексуальное домогательство, надо заметить. И он не давал мне остановиться. В общем, в итоге, какой-то из приятелей этого Кеннина пришел и стал на него орать. Дальше она говорит, что... А, и вот, что у меня вообще, вот, это просто, понимаете, вишенка на торте. Она говорит, что Кеннин wasn't violent. Это ее слова. Ну, то есть он не был, ну, вот, насильником в прямом смысле этого слова. То есть он не был грубым, да? Но, тем не менее, этот инцидент доставлял неприятность ей каждый раз, когда она вспоминала. Ну, и дальше она описывает, что я пришла домой, и много плакала, и так далее. В общем, все эти там вещи она описывает. А дальше она сказала, что в школе на следующий, в следующий понедельник парень подошел к ней и сказал, что Кеннин hooked up. Ну, то есть, что они теперь зависают с Кеннином, и что она делала муминет. Ну, понятно, что когда парню 17 лет, а тебе 14 лет, это самый пик такой типа самоутверждения. Конечно, он пришел и сказал, что это телкам не отсосало, если оперировать фразеологией голливудских фильмов, там, не знаю, в стиле «Мальчишник» или там всех остальных. Я не знаю, помните вообще фильм «Мальчишник»? Я думаю, сейчас уже, наверное, все вспомнят «Мальчишник Вегаси». А был, на самом деле, такое, ну, культовое кино в эпоху моей молодости, там, «Мальчишник» с продолжениями. Ну, и, в общем, короче, дальше ее переживания. Это было 13 лет назад, но вот теперь все это всплыло вдруг в ее памяти, и, в общем, короче, она настрочила этот пост. Дальше она написала ему такую длинную простыню в фейсбуке, он, словно, что такая не ответил. Наконец, третья женщина – это вообще эпик. Значит, 16 августа она написала пост, что где-то примерно в 2007-2008 году, она даже не помнила, да, когда это было, она была на вечеринке, ей было то ли 14, то ли 15 лет, да? Ну, бывает, да, память девичья, можно простить. То ли 14, то ли 15 лет ей было, и она сказала, что Кеннин tricked her into going to see something. Ну, то есть, пойдем ко мне домой, у меня музыка хорошая, да, примерно. Это можно перевести как по-русски. Да, пойдем, я тебе кое-что покажу. В одной спален. То есть он ее тогда как-то завлек. Да, он говорит, пойдем в спальню, говорит он. И она такая, пойдем. Широко раскрыв глаза, смотря на этот мир абсолютно невинным взглядом. И она сказала, что свет был выключен, и он закрыл дверь за ней и заблокировал ее. И вот это опять, 60, 60, 60. И он схватил ее и затащил в угол. Я продолжал говорить, no way. И просто отпихнул его, и kind of hit him in the face. То есть, можно сказать, что ударило в его лицо. То есть она отпихнула его, давай ему пощучину. И дальше вернулась на кухню, сказала одному из своих приятелей, который тоже был приятелем этой группы. И тот сказал, ну это же Дэнни, что ты хочешь. Весь инцидент, собственно. И вот, собственно, вот три примера таких. Почему я их зачитал? Я, конечно, не мать Терезы, но и не Фредди Крюгер. Но я вам хочу сказать, что когда-то в годы моей молодости, когда мне было, по-моему, лет 25-26, я проводил в свое время, ну, это уже не был пионерский лагерь. Пионерский лагерь, он назывался детский оздоровительный лагерь. Я его по старой памяти называл пионерским лагерем. Я работал там диджеем. И там ходили такие, прости господи, 15-летние коровы, которые выглядели на 20 лет. И был у нас случай один, да, там ходила такая девочка с татуировкой, вот представьте себе Памелу Андерсон, да, только миниатюрную и в 15 лет. с такими губищами, не накачанными ничем, да. Она мне рассказывала, что она уже занималась групповым сексом и так далее. И, в общем, ну да, вот, камин-аут было у меня с ней. Я хочу сказать, что это одно из самых острых сексуальных вообще воспоминаний в моей жизни, в принципе. И она была такая, ну, как бы сказать, дама активная, и она стала подкатывать к вожатому первого отряда, где она, собственно, и пребывала. А вожатый этот, он сам, ну, это были студенты, господи, университета МВД. И он в итоге показывает мне письмо от нее, где она такими с ужаснейшими ошибками в русском языке пишет, что траля-ля, и я хочу с тобой, простите за мой французский, так было написано, ибаться. Я прочитал, посмеялся, а он мне спрашивает, а что ему с ним этим делать? Я ему сказал, что, ну, во-первых, не ведись на все это, а во-вторых, самое главное, сохрани обязательно все, все, что она тебе написала, сохрани. Я, причем, я вам клянусь, я это говорил просто, ну, по какому-то наитию, я не думал, что что-то произойдет, но вот какой-то там, хоть мне и было там безгоду неделя, да, что-то мне подсказывало, что надо это сохранить. В итоге я уехал, и последняя смена, и мне рассказывают ситуацию. Она обвинила его в изнасиловании. Это, знаете ли, ну, как сказать, very strong case, да, то есть языком вот этого. И приехал ее папа, выяснилось, что папа с мамой в разводе, мама живет, по-моему, в Арабских Эмиратах, папа ее в этот лагерь, ну, как на каторгу отправил. Ну, то есть вместо того, чтобы она должна была там ехать, тусить на Ибице, он ее отправил вот в пионерский лагерь. Папа сказал, что, ну, в общем, да, доченька у меня такая, а потому что этот вожатый показал вот эти вот бумаги, и эти бумаги его реально спасли. А так бы еще, хрен знает, что бы там было. Так вот, вспоминая свою бурную молодость и всякие разные случаи, когда разные ситуации были, я понимаю, что вот в Штатах это все просто, ну, я бы уже просто сел, вот сейчас абсолютно точно, я бы был обвинен в сексуальном насилии, хотя и никого, естественно, никогда не насиловал, и бывало так, что никогда бы я в жизни такого не подумал, бывало так, что меня даже соблазняли. Хотя я и не Брэд Питт ни разу, я не к тому, что я там, хо-хо-хо, там пола моя реслексия, нет, ну, просто ситуации такие были. Но, естественно, в основном инициатива принадлежала мне, потому что, когда ты юный молод, тебе хочется поводоварять все, что движется, и когда ты ходишь и на тебя ходят, вокруг ходят и смотрят на тебя такими глазами, то, мама, не горюй. То есть, я бы сейчас читал о том, что мне было то ли 15, то ли 16 лет, и я помню, как Павел Перец пригласил меня к себе домой, и я очнулась на следующее утро, а он лежал рядом. Хотя, на самом деле, честно говоря, никогда не привлекал меня секс по пьяни, по глубокой, да, и тут вот потом было даже несколько ситуаций, когда девушек отвозил домой в этом состоянии и говорил, что, ну, мне вот, вот так вот мне не надо. Давай вот ты протрезвеешь, и мы с тобой этим будем заниматься уже по нормальной теме, и надо сказать, что это вызывало, выражаясь этим языком, определенный респект. Опять-таки, я это говорю не для того, чтобы сказать, смотрите, какой я хороший, ну, мне реально, мне не нравится такой подход. И вот эта вот ситуация, я вот читаю, и я понимаю, я не оправдываю этого чувака. То есть, но я, скажу честно, я не вижу ничего такого сверхъестественно насильного, особенно в том случае, когда они сами пишут, что он не был violent. Ну, то есть, скорее всего, это было все-таки, если даже не по обоюдному согласию, то это типичные ситуации, которые раньше, в тех же самых голливудских фильмах, спокойно освещались и даже высмеивались. А теперь это вот прекрасный кейс для того, чтобы подать в суд. И... Господи, ты боже мой. Ну, что, привет. Кися, кися, куда ты там исчез-то? А, вот он, он сюда смотрит. Кися, я домогаюсь для тебя, сексуальная. Да? Ку-ку. Все. Испугалась и пошла строчить на меня в суд. Вот. И это, конечно, ну, это перегиб. Да, то есть, мы постоянно пребываем, как обычно, между двух пылесов. С одной стороны, можно избить свою жену, и тебе ничего за это не будет. А с другой стороны, можно вот это кейс Моники Левински, да, то есть, я была изнасилована, хранила это платье, как зеницу ока, со следами этой спермы, и вот в бабах я ее нашла. Я записал этот выпуск и не выложил его по одной простой причине. На следующий день я, листая ленту ВКонтакте, увидел пост группы «Спасибо». Я подписан на их паблик, и в нем сообщалось о том, что они разрывают свои взаимоотношения с лейблом «Домашняя работа», мы не приемлем никакой абьюз, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Там под этим постом огромнейшее количество комментариев, я ничего не понимаю, залезаю туда, пытаюсь разобраться. Выясняется, что оказывается, группа «Пасош», ее лидер, вокалист, Петер Мартич обвинен Анной Зосимовой, которая, я так понимаю, была его девушкой, ну и, в общем-то, коллегой по вокальному цеху в абьюзе, в насилии, проще говоря. Об этом было написано на странице издания «Виллэдж», там такая многостраничная простыня текста с разными примерами и так далее. Я тут свечку не держал, понятия не имею, что там было, может быть и да, может быть и нет, но суть не в этом, а в том, что дальше начались сообщения от других девушек, вот прям по той самой схеме, которую я привел вам в случае с Соединенными Штатами Америки и Канадой. И я наткнулся на сообщение одной барышни из Киева, которая тоже обвинила его в том, что она приехала, отключилась и проснулась, когда уже лежала с ним в кровати вокруг презерватива и она ничего не помнит. И приведены скрины переписки, которые я прочитал и просто охренел. Ну, то есть, мне кажется, это не требует никаких комментариев в принципе. Конечно, можно обвинить Петера в том, что он переспал с малолеткой, не попрося ее паспорт и не удостоверившись, но он как бы, ну, он рок-звезда, в конце концов, причем звезда альтернативной сцены российской, которая сейчас на подъеме. он повел себя так, как, в принципе, не знаю, там, лет 20 назад вели себя все мировые звезды. Вообще, в принципе, если бы сейчас, я думаю, кто-то бы начал расписываться губной помадой на сиськах, ему бы точно прилетело бы от всяких там феминисток и прочее. Значит, я копаю дальше, что там происходит и звоню в Москву Степе Казаряну, с которым, кстати, у меня есть интервью на этом канале, я размещу внизу ссылку на него. Степа, это гениальный продюсер фестиваля Боли, Moscow Music Week и, собственно, директор группы Пасош, и, в принципе, когда я спрашивал у него, вот, с кем бы мне из музыкантов современных погулять по Москве, он мне как раз рекомендовал Пасош, потому что Китай-город, это их тема, ну, вот, поскольку я в Москве бываю редко, у меня так с этим не случилось, а теперь и не случится, потому что группа распалась, от Петера отказались все, отказались его собственные коллеги-музыканты, которые сказали, что все, мы в этом случае не можем иметь с ним никакого дела, отказались, ну, вот, группа «Спасибо», все остальные, это привело к тому, что Петер просто уехал из страны, не отказался от него только один Степа Казарян. И вопрос здесь в том, что вот понятие презумпции невиновности, в данном случае абсолютно, ну, отсутствует, то есть это какой-то, мать его, диктат самого крайнего проявления либеральной идеи, а я хочу напомнить, что, например, в стане Сталинодрочеров я как раз проклятый либерал, и мне даже один раз пришлось записать выпуск, кто вообще такие либералы в принципе, да, ну, потому что у нас у людей полная каша в голове вообще с понятиями и всем остальным, вот это я не приемлю. И я хочу сказать еще раз, я человек, который там снимал выпуски с разными девушками, и с той, которая одна стояла с плакатиком против Путина, и там внизу были абсолютно такие убогие, швинистические мужские комментарии, обвинявшие ее в том, что она дура и так далее. И мне, честно говоря, было стыдно за мужскую половину населения России в данном случае. Но здесь мы имеем перегиб совсем в иную сторону. И главный прикол конкретно для меня заключается в том, что я вот этот свой ролик проходку по каналу Грибоедова снимал именно в тот день, когда разгрозился вот этот вот скандал в Москве с Петером. Соответственно, мы до сих пор не знаем, что там было, что не было, еще раз никакого расследования никто не проводил, просто кто-то про кого-то сказал. И вот вам прекрасный, опять-таки, пример, что можно теперь на любого человека наклепать все, что угодно, и возможно, это будет правдой, а возможно, это будет неправдой. Но правда это или неправда будет решаться, исходя не из фактов каких-то, а исходя из каких-то своих предпочтений политических, идеологических, учитывая конъюнктуру, которая существует в современном обществе или в конкретно взятой, не знаю, там, музыкальной среде. И потом ты хрен докажешь, что ты не верблюд, потому что, ну, на основе чего ты будешь говорить? Ты можешь просто сказать, а как оно было на самом деле, но тебе уже никто не поверит. Ну, вот, собственно, это то, что я хотел вам сегодня рассказать. как обычно, ни к чему вас не призываю, ни на что не намекаю, просто поделился своими соображениями, которые, ну, никогда не думал, что какая-то новость вызовет во мне желание записать видео, потому что, если честно, я уже, как вы заметили, давно отошел от темы отчетом за бугром, отчетом за океаном. И напоследок, кстати, хочу сказать, тут бомба, аккуратно, у меня один из самых, ну, вот, когда начинается, знаете, есть такая история, что ты рассказываешь про что-то плохое, что происходит в России, и тебе пишут, а вот там еще хуже. Ты рассказываешь про что-то плохое, что происходит в США, а вот в Раши-Параши еще хуже. И каждый раз ты объясняешь, причем здесь, это, мы говорим конкретно про данную ситуацию, или наоборот, про то, как в России что-то хорошо, да, и в США что-то хорошо. Я обычно раньше писал, что я не живу по принципу чего-то мухохлов, так вот, теперь я не могу написать этот ответ на Ютьюбе, потому что Ютьюб его блокирует. Он считает, что это, да, оскорбление и так далее, хотя, ну, я пишу это в некой такой умозрительной форме, просто как фигуру речи. Вот, например, и такое, ну, чего, пишите там комментарии, вы знаете, что, особенно вот в такую погоду, божечки, кошечки, как прекрасно, когда солнце на свете, свете, на небе светит в Петербурге. Самое время гулять, желательно в экскурсионных группах, покупать книжки прекрасные за моим авторством, оставляйте комментарии, все ссылки внизу, увидимся, пока.